Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск. Сегодня». В студии работает Ларина Сукуева за режиссерским пультом Екатерина Голикова и Михаил Эверстов. На календаре сегодня 18 ноября, четверг, и сегодня отмечается Международный день отказа от курения. Главная цель этого дня – это привлечение внимания общественности к негативным последствиям курения табака. И сегодня в нашем эфире мы поговорим о вреде курения, к чему это приводит, как бросить курить и о профилактике курения. Я рада представить вам Юрия Егорочкина, заведующего отделением неотложной наркологической помощи Якутского республиканского наркологического диспансера и психолога Надежду Васильеву. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, так что смело звоните нам в студию и задавайте вопросы нашим гостям. Телефон в студии у нас прежний, 320-066-321-166. Также вы можете задавать вопросы по WhatsApp номеру 8-964-428-8818. Добрый день, Надежда. Добрый день, Юрий Викторович. Добрый день. Итак, что же такое смертельно опасное есть в табаке? Так, смертельная опасность. Ну, мы все знаем, что курить вредно. Как это нам пытались донести наши родители, пытались донести наши родственники, близкие. Табачный дым является канцерогенным. Он содержит около 7 тысяч веществ, которые негативно сказывают на работу наших органов, в частности сосудов головного мозга, сосудов сердца. Ну, и также влияет на дыхательную нашу систему, на легкие. То есть, получается, не только легкие страдают от курения? Не только легкие страдают, да. А вообще, почему люди начинают курить, Надежда Юрьевна? Причины могут быть разные. Чаще всего это возникает в подростковом возрасте, когда начинают дети курить за компанией. Вот кто-то принес сигареты, а давайте попробуем. В подростковом возрасте у детей развито еще любопытство, тяга к экспериментам, к риску. Еще они хотят взрослеть. Повышение самооценки. Самооценки. И для общения. То есть, очень многие курят для общения. И еще есть такой приятный образ. Но раньше этого было больше, сейчас это запрещается в рекламе, допустим. А мы помним, как там был великолепный ковбой Мальборо, который был эталоном мужественности, например. Красивые, дорогие рекламы. Это очень красивая, привлекательная фигура, которая курит. И когда в голове такой образ застревает, бессознательно даже человек начинает к этому тянуться, чтобы тоже выглядеть так же с помощью сигареты. И в фильмах, к сожалению, очень много людей курит. И это тоже является такой неосознанной пропагандой курения. И когда маленький ребенок, который еще не сформировался по поводу того, что хорошо, что плохо и вредно, и для здоровья, еще он не понимает и не думает об этом, он это просто принимает как инструкцию к действию. Вот, показывает красиво, значит, мне тоже так надо делать. Но все мы еще прекрасно знаем, что курение, конечно, опасно для органов нашего, но и внешняя жесть страдает. А интересно, почему вот женщины этим не озабочены, тем не менее, продолжают курить? Как вы думаете? Ну, почему они озабочены? Женщины у нас прекрасная половина, им это... Очень даже озабочены. Озабочены, да. Но тем не менее, никотиновый дайм, да, он портит цвет кожи, да. Вот сразу можно выделить, да, курящую женщину. Ну, это зависимость. А что такое зависимость? Это когда помимо воли человека, человек продолжает это делать, он понимает, что это плохо. Большинство, ну, практически все курящие знают, что это плохо, знают, что это вредно. Они наблюдают в зеркале изменения. Они понимают, что это влияет на психику. Допустим, происходит торможение, человек хуже соображает, да. Где-то идет активация, а где-то, наоборот, идет тормозящий процесс. Ну, в общем, и пахнет плохо. И все минусы они знают, но продолжают, потому что это тяга, зависимость, это болезненная зависимость, тяга, которую человек не может преодолеть с помощью ума, там, понимания. И это вот влияет на его поведение. Точно так же, как алкоголизм, наркомания и так далее, другие зависимости. Юрий Викторович, а вообще, как много людей приходит в ваш диспансер с желанием бросить курить? Есть такие вообще? Есть, встречаются такие люди, да. Как нам бы хотелось, конечно, чтобы их больше было, но, к сожалению, нужно отметить, что их не так много. Приходят уже настроенные на то, чтобы расстаться с этой вредной привычкой, и уже, видимо, для себя сказали, что нет, все, хватит, и обращаются к специалистам. Да, действительно, расстаться с этой привычкой очень сложно, так как уже и психическая зависимость тут идет, и физическая зависимость. И человек и рад бы был, да, проснувшись рано утром, не взять сигарету, но он этого не может, это выше его сил. Поэтому приходится обращаться к специалистам, работать с клиническими психологами в совокупности, да. А вообще, как долго идет этот процесс? Ну, у всех по-разному, понимаете, как долго, да, индивидуальный процесс идет, как долго человек, во-первых, стаж курения у него какой, что он употребляет, что курит, да, сейчас много очень различных. А каким образом вообще врач-нарколог может помочь человеку, который вот желает бросить курить, в чем заключается вот ваша помощь? Ну, наша помощь, прежде всего, она, значит, является психологической, и в то же время мы прибегаем к вспомогателям средствам, да. Медикаментозно, да. Медикаментозно, да. Это тоже мы практикуем. А по статистике, вот возвращаясь к женщинам, да, как много среди курильщиков женщин или все-таки мужчин больше? Нет, ну, мужчин больше. Все-таки больше. Все-таки больше мужчин, да. Надежда, вот как вот с точки зрения психологии, да, можно бросить курить? Вот как себя настроить на это? Во-первых, надо разобраться с причинами. Любая зависимость. Ну, например, все там могут попробовать покурить, но не все становятся курильщиками. Все там пробуют алкоголь, но не все становятся алкоголиками. Зависимость, она формируется не у всех людей, но то есть определенные причины. И психологи это объясняют тем, что причины чаще всего в раннем детстве человека, когда у него не было удовлетворено, ну, во-первых, базовые его потребности – это в любви, в безопасности и в удовлетворении его физиологических потребностей. В раннем детстве, в младенчестве, это особенно до года, если у ребенка, вот есть такие исследования, которые показывают это, да, что ненарушенная связь с мамой, когда мама удовлетворяет его потребности, когда у него было грудное вскармливание, да, у ребенка формируется чувство любви, безопасности, да, и удовлетворения потребностей. И такой ребенок вырастает здоровым и умеющим сам преодолевать трудности и решать свои проблемы. Ребенок, который этого недополучил, у него внутри формируется вот эта неудовлетворенная потребность. Многие это описывают как внутренняя пустота, как то, что тревога, которую я не могу ничем снять, только мне надо покурить или выпить, например, да, и все это вот закладывается в таком раннем детстве. Часто бывает, что ребенок, когда плачет, мама дает ему грудь или соску и таким образом его успокаивает. И идет фиксация, да, вот по теории там психоанализа того, что вот именно в этой стадии, вот оральной, рот является таким органом снятия напряжения. И человек к этому привыкает и уже во взрослом состоянии ему, когда он нервничает, ему хочется вот что-то в рот, вот пищевая зависимость тоже вот так же формируется. И те люди, которые грызут ручки, наверное, да? Грызут ручки, да, в общем, надо что-то делать вот с этой зоной для того, чтобы снять вот это внутреннее какое-то напряжение. А это внутреннее напряжение, оно вот имеет разные причины, да, вот еще несформированность волевых процессов, когда ребенок не умеет управлять. Когда мама все время за него решает его проблемы, например, не дает ему самому что-то сделать, такие люди тоже подвержены зависимостям, например, да. Эмоциональная сфера, когда человек эмоционально незрелый, не умеет управлять своими эмоциями. Ну, допустим, когда я злюсь, по-разному можно на это реагировать, да. Можно как-то сдержаться, постараться обратить в шутку, постараться понять, да, выяснить эту причину конфликта. А можно пойти курить, там, бить стены или что-то. Деструктивная есть реакция на любую ситуацию проблемную. Или же конструктивная. И получается, у зависимых людей вот это идет деструкция. А еще у них есть программы на самоуничтожение. То есть человек знает, что это плохо, это вредно, но он продолжает это делать. И потихоньку он себя таким образом за что-то или наказывает, ну или медленно убивает даже. Очень сложно, очень тяжело. А вообще, как вот можно самому помочь? Если, допустим, человек настроился на бросание курить, решил не идти в ваш диспансер, решил сам это сделать. Вот что в первую очередь ему нужно сделать? Какие действия? Так, ну, для этого, во-первых, нужно, я думаю, резко бросать, конечно, не стоит. Это не получится по всей едимости. Ну, уменьшить потребление табака, да. Хотя бы первое время употребить меньшее количество сигарет выкуриваемого за день. Да, выкуриваем их. Дальше, следующий этап, мне кажется, можно прибегнуть. Продают в аптеке, да, есть такие пластыри, никотиновые пластыри, да. Вот, которые они тоже как-то подавляют тягу к этой привычке. Ну, и... А с точки зрения психологии надеюсь, как... Менять привычку, вот, как говорили, да, это же у людей привычка. То есть, если я утром встаю и там за кофе курю, а вот если я бросаю курить, я что буду делать? Многие за компанию на работе ходят в курилку, да, у многих вот круг общения. И то есть, если я собираюсь бросать, мне надо менять эти привычки. Если я когда нервничаю и курю, я тогда что буду делать? То есть, вот эту свою привычку курить надо поменять на что-то другое. А что поменять? Вот нервничаешь, да, многие курят. Дыхательные упражнения, например, да, очень хорошо снимают напряжение. И обычно люди курят, многие когда нервничают, чтобы вот успокоиться. И получается, сам факт, не только вот курение это как химическая реакция, да, а именно дышат они в этот момент, во-первых, глубоко это успокаивает, и ещё в этот момент они уединяются. То есть, вот что-то стрессовое ситуация, да. И получается, в принципе, можно то же самое делать, но без курения. То есть, мне надо уединиться, мне надо глубоко подышать, сделать какие-то дыхательные упражнения, и тогда я смогу успокоиться без сигарет. То есть, взять другие привычки, которые мне придут на смену курения, разные. А вообще, может ли курение привести в последующем к инвалидности? Были ли такие случаи? Да, вы знаете, инвалидность, были такие случаи у нас в практике. Но инвалидность какая здесь может просматриваться, да. То есть, как правило, страдают лёгкие. Всё равно лёгкие, да, дыхательная недостаточность начинается у человека, да. Развиваются абстрактивные бронхиты всевозможные. Потом может даже привести к раку лёгкому. То есть, человек может умереть. То есть, это печальная, конечно, картина. Может привести к онкологии. К онкологии, да. Но это, соответственно, тоже инвалидность может быть, да. Что ж, дорогие друзья, не забывайте, мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии прежний, 32-006-6-3211-66. Также вы можете задавать вопросы по нашему WhatsApp номеру 8-964-428-8818. Сегодня, напоминаю, мы говорим о вреде курения, о том, как бросить курить, о профилактике курения. И в гостях у нас в студии врач-нарколог и психолог. Звоните, задавайте вопросы. Сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, через несколько мгновений вернёмся. Добрый день. Программа Якутск сегодня продолжает свою работу. Международный день отказа от курения ежегодно отмечается в 3-й четверг ноября. И в этом году он приходится на 18-е ноября. Его главной целью является привлечение внимания общественности к негативным последствиям курения табака. Сегодня в нашем эфире мы говорим о вреде курения, к чему это приводит, как бросить курить и о профилактике курения. В студии вместе со мной Юрий Егорочкин, заведующий отделением неотложной наркологической помощи Якутского республиканского наркологического диспансера и психолог Надежда Васильева. Мы работаем в прямом эфире. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Звоните нам в студию или задавайте вопросы по WhatsApp номер 411-23-2006-6. Так, скажите, пожалуйста, а что вы скажете о различных ароматах в табаке, которыми сегодня наполняют сигареты? Вот они усиливают вред, вредный эффект или нет? Нет. Я говорю именно о сигаретах, потому что о вейпах мы поговорим чуть попозже. Попозже, да? Так, ну... Вот различные тоненькие, вот женские, я видела, продаются они такие вроде бы с каким-то, вот я сама не курящая, но я знаю, что запахи там какие-то более приятные. Ароматные. Ароматные. Есть там специальные кнопочки, по-моему, фильтры, в которые раздавливаешь и появляется аромат. Ну, это, надо сказать, что... Ну, это маркетинг. Маркетинг уже идет. То есть для вкусовых, да? В качество стали добавлять ароматизаторы всевозможные, да, со всеми вкусами. То есть производители делают. То есть это не снижает, да, не снижает риск. Привлекательно. Не снижает риск. Вред тот же. Вред тот же, да, риск заболеть какой-то той же болезнью, что и от обычных сигарет. Поэтому вот это все ароматизаторы, да, которые нисколько не уменьшают, уменьшают опасность. Угу. Вред. То есть все равно они вредны. Я хотела задать еще вопрос по поводу вот такого понятия, как пассивный курильщик. Вот, допустим, вот кто-то вот курит, я стою рядом. Насколько вообще опасно рядом стоять с курильщиком? Или, допустим, такие ситуации, например, на балконе кто-то курит и весь вот дым идет в мою квартиру. Вот мне это вредно будет или нет? Я слышала, кстати, что опасный, пассивный курильщик, это намного опаснее, чем быть курильщиком. Опаснее, чем сам, который, чем человек, который употребляет. Да, действительно, это так. Человек, во-первых, у курильщика организм уже как-то адаптируется, да, под этот табачный дым. У него включаются системы свои, которые как бы пытаются оградить, да, человека. А у пассивного курильщика он просто стоит и вдыхает этот дым, да, это гораздо вреднее, чем он, если бы он курил сам, да. Поэтому не стоит быть пассивным курильщиком и избегать вот эти ситуации. А вообще, каким образом можно самостоятельно определить степень зависимости от никотина? Например, от того, что человек курит одну сигарету в день или всю пачку? Есть какая-то вот градация? Да, вы знаете, есть такая градация, если человек уже какое-то время употребляет сигареты. Ну, во-первых, это могут появляться такие симптомы, как повышенная утомляемость, да, возникать бессонница, нарушение сна, может быть. Головные частые головные боли, да, мигрени так называемые. И уже по этим симптомам можно понять, что уже с зависимостью человека, с синдромом зависимости у человека уже формируется. А если человек, вот он успокаивает себя тем, что я вот же редко курю, да, например, только по утрам за чашечкой кофе, вот как вы говорили, Надежда, до этого, или вот когда они собираются с компанией за бокалом вина, да, то есть это вот не часто, не каждый день, да, можно ли говорить в этом случае, что это вот курильщик? Курильщик со стажем, конечно, это не назовёшь, но, тем не менее, вред для организма всё равно присутствует при употреблении. Даже если это редко. Даже если это редко, да. То есть с этим нужно бороться. Ну, это приводит постепенно к зависимости, то есть и это становится употреблением более частым. То есть сначала это начинается там по праздникам, например, с друзьями, встретился колен там или что-то покурил. Потом это может быть раз в неделю, потом это уже каждый день, а потом уже там пачка, две пачки в день и так далее по нарастающей. То есть в зависимость человек всегда входит постепенно, не сразу. А всем ли одинаково можно бросить курить? Кто-то вот легче переходит к этому, кто-то, наоборот, сложнее. От чего это зависит? Ну, это, наверное, зависит от темперамента человека, да? От индивидуальных особенностей, личностных особенностей человека. Действительно, как вообще человек к этому относится? Очень часто приходят люди, говорят, я хочу бросить курить, а внутренней готовности у него, оказывается, к этому нет. Точно так же, допустим, как с алкогольной. Человек приходит и говорит, я хочу бросить, а на самом деле его, оказывается, заставили родственники, да? А на самом деле ему это хорошо. Он получает от этого удовольствие, он так расслабляется, он так снимает стресс. То есть он видит в этом только пользу. Когда есть много хорошего в этом, бросить это бесполезно. А когда действительно у человека возникает понимание, осознание того, что это мне плохо, я от этого страдаю, я уже этого не хочу, и мне нужна помощь, чтобы это бросить, вот тогда процесс идёт быстрее. А вообще для чего, зачем нужно бросать курить? Понятно, с точки зрения медицины это очевидно, да, мы будем лучше себя физически чувствовать. А что касается вот состояния души? Ну вот, как я говорила до этого, склонность к зависимостям у людей аутоагрессивных, то есть люди, которые плохо относятся к себе. Человек, который себя любит, который себя уважает, к себе хорошо относится, он не делает себе никаких вредностей. Он следит и за здоровьем, за питанием, там за всем, ну и в том числе за вредными привычками. То есть это не исключает то, что может он иногда что-то такое, шампанское может пьёт или ещё что-нибудь, но он это делает не так, что разрушительно для себя, а вот как-то легко. Вот. А если это переходит в разрушение, тут уже надо понимать, да, почему так произошло, как менять вот это отношение человека к себе. И начать к себе относиться более бережно, более заботливо, с любовью, с уважением, да. И тогда человек, вот лёгкий способ бросить курить, есть книжка, да, Алина Кара. Алина Калина. Да, многие, кстати, бросают по этой книжке. И основная суть этой книжки заключается как раз таки в том, что ты меняешь отношения. И к самому процессу курения ты видишь в этом много плохого. И к себе, как курильщику, да, и ты уже понимаешь, что... Кстати, вот, Юрий Викторович, вот эти вот книги самые различные, разных авторов, насколько помогают вот курильщикам бросить курить. Наверняка вы не первый раз об этом слышали, люди вам рассказывали. Да, читал даже эту книжку, ага. Читал, просматривал. Действительно, очень полезная, очень такая занимательная литература. И многие, кстати, встречал даже людей, которые по этой книжке, вот всё, ничего, никому не обратились. То есть никакие, да, самостоятельно, прочитав эту книгу, они после этого перестали курить. Перестали, действительно, как метод, да, советую, кто самостоятельно бросить курить. Вот начните с этой книги, да, не нужно там сразу бежать к специалистам, там кого-то, иглоукалыванием, там находить специалистов. То есть важно осознать, понять вообще. То есть такие книги помогают, да? Помогают, действительно помогают. А вот через какое время можно уже видеть результат? С точки зрения медицины, вот органы начинают приводить, приходить в порядок, лёгкие светлеют. Лёгкие раскрываются, дышишь, начинаешь дышать полной грудью, да. Через какое время это примерно? Знаете, ну, я думаю, через месяц, месяца два уже, через месяца два уже, я думаю, ты почувствуешь разницу. Того же воздуха на даче, да, во время, когда ты курил и после того, как ты бросил, совсем другие ощущения будут. А вот я хотела всё-таки, да, ну, плавно переходим к теме перехода на другие формы курения, это вейпы, электронные сигареты, да. Можно ли вот этот переход считать, как попытка бросить курить? Многие себя этим оправдывают же. Вы знаете, многие, да, себя этим утешают, что, да, я курю более слабые сигареты, я уже от сильных отказался, или другая форма курения, да, те же электронные сигареты или вейпы различные. Ну, меняется, согласен, меняется и вкус дыма, меняется и техника курения, да, потому что, ну, там совсем другая технология, да, изготовления и вообще приём. И они этим себя успокаивают. Ну, а в сути же ничего такого... Не меняется, да. Да, в сути ничего, что ты употреблял до этого, никотин у тебя попадал в организм, что он попадает и через вейпы, да, ничего не изменилось. То есть то же самое, но в другой обёртке. У нас в студии есть телефонный звонок, добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень хорошую передачу ведёте. Спасибо. Внимательно слушаем. Ну, я, скорее всего, не вопрос, а как бы совет, что ли. Я с детских лет курил, бросал, курил, бросал и так далее. Ну, первое, хочу сказать, что это подростки, подростки друг друга как бы равняться, что ли, хотят, кто курит, тот, типа, герой, там, и так далее. Вот у нас на поколение такое было, я с 60-го года. Вот, и чтобы не быть слабше, я курил. Вот такое было. Вот, а потом меня отец поймал один раз. Ну, думал, сейчас хороший трёпку даст, но он мне по-хорошему посоветовал. Говорит, ты раз куришь, открыто, говорит, кури. И кури, говорит, Беломор, а не, говорит, приму. Приму, говорит, она, говорит, не гаснет, пожар там сделаешь и так далее. Мне так стыдно стало, я после этого совета отца я бросил курить и не курил долго. Ну, лет 5-6 не курил, а потом в армии закурил, потом бросил и где-то лет 25 не курил, потом опять в 2000-м когда закурил, ну так, периодически. И 11 лет яростным курильщиком был, где-то пачку, больше пачки выкуривал в сутки. Вот, а потом, ну вот, хочу посоветовать такое. Первое, от себя зависит. Надо настроиться, это раз. Потом, ну, у меня внуки и так далее. Перед детьми, внуками мне как бы стыдно. И, скажем так, финансово, если подойти, я, в общем, вместо сигарет купил бы там, например, сладости или ещё что-то детечкам, внукам. Вот так настроил себя, это первое. Второе, потом, я когда бросал тогда ещё почётным числом, да, например, 1-го, 10-го, там, декабря, а сейчас, как бы, немножко надо быть по-хорошему ребёнком, что ли, мысленно, и себя слегка обманывать. Например, я себя настроил, если я мужчина, я должен бросить 23-го февраля. И я вот 23-го февраля, 11-м году бросил курить, но я шёл 4 года к этому, настраивался. И по сей день, ты-ты-ты, не курю. Конечно, запах привлекает, но я научу себя держать. Я внутри человек настроиться должен. Это мне не нужно. И третье, самое главное, сегодняшняя сигарета, что выпускает, там натуральный яд. Там не тысячами, наверное, миллионами, там, как они ещё изготавляют в этих фабриках. Сегодня же, сегодня же, так вот, все на деньги удалят. Спасибо вам за ваш звонок. Спасибо вам огромное за ваш звонок, за это мнение. Сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Друзья, не переключайтесь, через рекламу мы вернёмся и продолжим. Программа «Якутск» сегодня продолжает свою работу, и мы продолжаем говорить о вреде курения. Эта тема актуальна, собственно, всегда, а не только сегодня, 18 ноября, в Международный день отказа от курения. Напоминаю, у нас сегодня в студии Юрий Егорочкин, заведующий отделением неотложной наркологической помощи Якутского республиканского наркологического диспансера и психолог Надежда Васильева. Мы работаем в прямом эфире. Звоните нам в студию, задавайте вопросы гостям или отправляйте вопросы по нашему WhatsApp номеру. Давайте немножко прокомментируем предыдущий звонок от нашего телезрителя. А вот как нужно было бы и вообще как следует правильно реагировать родителю, если он вот застанет ребёнка своего курящим? Как правильно? Спасибо очень позвонившему слушателю, который поделился своим жизненным опытом. И он сказал о том, что отец, когда узнал, не наругал, и что было важно, да, и наоборот объяснил, и даже сказал, давай, кури, и даже сильнее кури. И наоборот, вот это разрешение, оно его настолько оттолкнуло, что он вообще перестал курить. И действительно, когда родители запрещают, особенно в подростковом возрасте, как я говорила, у ребёнка есть стремление преодолевать запреты. Вот то, что запретно, он прямо туда и хочет пойти. А когда ему говорят, да, пожалуйста, вот, да, ну ты знаешь, что это плохо на тебе скажется, и мы тебе запрещаем не потому что, чтобы нам ты хорошо делал, да, а это вообще зависит от тебя. И когда ты ребёнку это умеешь объяснить, вредно не потому что мама будет злиться или папа будет ругаться, а потому что это ответственность за своё здоровье. Ты должен это понимать. Я знаю, кстати, одну историю, да, случилась она с моей знакомой. Она застала своего сына парящего, говорят же, парящий вейп. Поругала его и предложила, лучше кури обычные сигареты. Потому что сколько лет они существуют, мы уже всё о них знаем, чем вот эти вейпы, которые появились недавно, какая-то химия непонятная. В этом случае мама как поступила, правильно или нет, как вы думаете? По поводу вреда, вот что вреднее, вейпы или это одно и тоже? Ну что-нибудь конкретно выделить я не могу здесь. Что лучше? Сигареты, что лучше, что советовать, да, это может послужить рекламой какой-то, да, скажет, вот нарколог сказал. Посоветовал. Вейпы, да, вот они менее вредные. Нет, вы знаете, предпочтение сигаретам, вейпам я тут не могу отдать. Одинаково вредно. Да, одинаково вредно, что вейпы, что действительно. Ну и действительно они малоизученные, да? Ну вейпы, да, у нас малоизученные, да, они только недавно появились на рынке, да, все такие прям. И это модно. Многие переключились, да, потому что запах другой, но всё равно там есть никотин и, в общем-то, воздействие такое же на организм. А вообще некоторые ещё курят, я думаю, что это, наверное, чаще всего женщины, чтобы не располнить. Такое часто бывает, да, в этом случае. Как женщине объяснить, что вот это не зависит от курения? Есть такой миф, что если я буду курить, то это как-то сдерживает мой аппетит. И некоторые действительно чувствуют то, что когда они бросают, они начинают очень много кушать. Вот, но эти вещи не прямо связаны, что обязательно так будет и у всех, такого нет, это не у всех такое бывает. Но и при этом, когда ты всё-таки бросаешь курить, вот опять как наш слушатель сказал, я дал себе установку, я знаю почему, для чего я это делаю. Четыре года. Четыре года, и причём он смотрел с разных сторон. И материальная сторона, что лучше я на эти деньги, а это действительно же сейчас стоит очень дорого. Затратные. Я даже слышала исследования на научно-практической конференции, когда ребёнок говорил, что моя бабушка могла бы купить себе машину на те деньги, которые она скуривает. То есть она скурила машину. Так назвалась работа. То есть и вот с разных сторон ты, когда смотришь, и ты уже тогда осознанно к этому идёшь, получается это легче сделать. А в чём заключается профилактика курения? Что нужно делать? Общаться с ребёнком? Объяснять ему? Да, общаться, рассказывать и говорить, наверное, о последствиях больше. Потому что многие, опять-таки, поддаваясь этим мифам, считают, что это хорошо, никакого вреда нет, что кальян — это даже полезно для здоровья, может быть, особенно яблочный. Что не является правдой, что это миф, и он такой же вредный, а то и даже хуже, чем обычные сигареты. И многие же от незнания это делают. А когда... Ну вот мы в школе, допустим, приглашали нарколога, и нарколог в ярких красках прямо показывал органы, которые болеют раком. Которые пострадали от курения. Как курение влияет, как алкоголь влияет. И когда ребёнок это видит, то есть он внутри же свой организм не видит в тот момент, действительно, это настолько сильно его отталкивает, что он понимает, что я так не хочу, что оказывается, это вот так. У нас есть в WhatsApp вопрос. Можно ли рожать от курящего мужчины? Какие опасности это несёт? Если мужчина курит, а женщина нет, нужно ли бояться этого? Такой вот вопрос. Ну, можно ли рожать от курящего мужчины? Если у вас женщина планирует беременность? Планирует, да. Ну, конечно, можно. И рожают, да. И я думаю, это сама... И будут рожать. Запретить мы не можем. Это не является противопоказанием прерыванию беременности, да, если мужчина курит. Но это будет наследственность всё равно, да? Да, это наследственность. А какая у нас зависимая? То есть ребёнок будет предрасположен... К курению. К зависимости. Не обязательно может курение. А к другим зависимостям. Следующий ещё вопрос. Мой знакомый курит по 4 сигареты в день. Вредно ли это? Какое количество сигарет допустимо? И есть ли разница между употреблением сигарет, сигар и сигарил? Что из этого вреднее? Ну, нормативов каких-то нет, наверное, да? Нет, не существует абсолютно. Что 4 это там хорошо, а 2 это плохо или каких-то других, да? В любом случае курение это плохо. 1, 2, 3, неважно. Даже если человек курит пачку или одну сигарету? Нет, но 4 это лучше, чем пачка, да? Меньше, лучше, чем больше. Меньше, лучше. В этом случае. А вот разница? А разница нет. То есть сигареты, сигары. Сигары, да. Сигары, они крепче, по-моему, да? Они крепче, да, их... У нас так просто не купишь, наверное, специально заказывать приходится. Вот есть такой миф, что они натуральные, если для нас скручиваются. И может быть, да, и может быть тогда как-то менее вредные, раз натуральные, или это всё-таки нет миф? Нет, ну если сравнивать, да, вот производство натуральных сигарет, это, я бы сказал, да, действительно, натуральные, как сказать, менее вредные, чем это. Но, тем не менее, все из них содержат никотин, да, который, как мы знаем, действует. Пагубно на здоровье, да. Так, ещё один вопрос. Мой муж курит, а я нет, и мне это очень мешает. Хочу посоветовать ему перейти на электронные сигареты, но не знаю, безопасно ли это. Есть ли какие-нибудь исследования, и как нужно выбирать сигареты, на что обратить внимание? Ну, мы об этом уже немножко говорили. Будет ли переход на электронные сигареты, как попытка вот бросить курить? Ну, многие, я знаю, так и делают же, да, что переход от обычных сигарет на электронные, и кому-то это помогает, а кому-то нет, те остаются на электронных сигаретах. А вред, он такой же, никотин такой же, ну, запах получше, да, и кажется, что это более приятный. Но воздействие, оно такое же, и зависимость такая же. Кстати, вот, передаётся ли зависимость от никотина детям? Какова вероятность того, что мой ребёнок при курящем отце станет курить в будущем? Вот такой вот вопрос. Ну, дети учатся на примере родителей, все мы об этом знаем, и если ребёнок вырос среди этого, и он видит, что родители курят, для него это норма жизни. То есть для него это не является... И даже если родители ему говорят, нельзя и плохо, он говорит, ну, они же курят, значит, так можно, значит, вероятность у него будет повышенная. У нас в студии есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Алло, добрый день. Добрый день. Валерий Иванович. Валерий Иванович. Очень приятно, Валерий Иванович. Покровка, отголаски, лук. Ну, я такой вопрос хочу задать, который вы не ответите, наверное. Попытаемся. Однако не ответите или не захочете отвечать. Ну, вот вы говорили здоровый образ жизни, то это люди спрашивают, мамы, папы, родители. Государство-то зачем выпускается? Вот у нас президент есть, правительство есть, есть Минздрав, есть благотворительные организации, церковь и прочее. И вот мы все это знаем и выпускаем. Вот сигареты и продаем людям. И из него еще строим дефицит. Люди прямо рвутся, достают, по плату покупают и прочее. Вот как на этот вопрос ответить? Спасибо вам за звонок. Ну, действительно, производство сигарет, алкоголя является крупными бизнесами. Испокон веков это такой хороший бизнес, причем очень денежный. И, конечно, да, с этим бороться, но государство с этим борется тем, что хотя бы запретили рекламу и тем, что на пачках теперь рисуют какие-то... Страшные карты. К чему это приводит? Ну, как-то это не останавливает, по-моему, курильщиков. Вот, и действительно, правда, то есть, конечно, можно было бы представить такое государство, где было бы под запретом курение алкоголь, но с другой стороны будут говорить, что это нарушение каких-то прав человека, возможно, да? Потому что курильщиков много во всем мире. Да, это большие деньги, конечно. И давайте напоследок, да, еще раз напомним нашим телезрителям и радиослушателям, вот что нужно сделать, чтобы бросить курить. Человек уже понял, созрел, осознал с точки зрения медицины. Так, человек уже хочет наотрез отказаться от сигарет, да? Так, ну, во-первых, нужно уменьшить количество употребления сигарет, да, это для начала первый шаг будет, да? Во-вторых, найти себе как заместительную терапию, как бы, да, найти, чем себя занять, вот, чем... Поменять привычку. Поменять привычку, да, вот поменять привычку в первую очередь, ну, и вот, то есть во вторую. И потом, я думаю, если уже что-то пойдет не так, то обратиться к специалистам, да? Поработать с психологом, я надеюсь, это... Во-первых, осознать, что проблема это есть, да, и это мне вредит, и это мне плохо, и, во-вторых, поставить себе цель, да, то, что я хочу с этим справляться. Зависимость есть физиологическая, то есть должен организм от этого очиститься, и есть психологическая, то есть почему я курию, или расслабиться, или что-то, да? То есть понять причину. Да, и почистить организм, а психологически научиться по-другому себя успокаивать, например. Что ж, огромное спасибо вам за интересный и полезный разговор, я желаю вам удачи и всего самого хорошего. Дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся, всего доброго и всем здоровья! Субтитры создавал DimaTorzok